Продолжаем трансляцию. Победитель командных соревнований в женской шпаге Татьяна Гудкова. Татьяна, вы снова как счастливый талисман в команде Москвы, которая выигрывает. В предыдущих встречах в финале встречались первая и вторая команда Москвы, здесь команда Мособласти. Интереснее ли фехтовать в финале с не своей командой или в принципе не имеет значения? Лично для меня, наверное, не имеет. У нас все девчонки сильные, мы же вместе на сборах сидим. Просто мы за разные регионы выступаем. У нас и в Московской области команда сильная, и в Москве второй в принципе тоже. В общем, нету слабых, к сожалению. Вопрос о полуфинальном поединке против Самарской области. Там 44-43, оставалось несколько секунд. Вот о чем в этот момент думали, как убегать, что делать? Интересный вопрос. Ну, я вообще ни о чем не думала. Я обычно полагаюсь на то, что вот мне тело подскажет, какое действие сделать. Тем более, такая встреча напряженная получилась, да, и, в общем-то, разница в один-два укола – это не сильное преимущество. И вроде как бы я одно хотела сделать, а получилось совсем другое. И под конец времени закончилось, и, в общем-то, удачно, что оно закончилось. Ну, и вопрос такой, который вы, наверное, уже много раз слышали, но все-таки для канала «Родспейсинг ТВ» его не было. Чемпионка мира по фехтованию Лейпциг, да, вот тот день, вот те эмоции, что вообще, какие впечатления? Вот сейчас стараетесь больше об этом забыть, да, чтобы фехтовать, или все-таки это чувство вот какого-то груза чемпионского не покидает? А я стараюсь это чувство сохранить, потому что оно мне вообще вот в этом сезоне и в начале, и сейчас очень помогает. Потому что именно на чемпионате мира я, можно так сказать, обрела уверенность в своем фехтовании, чего мне в прошлых сезонах, да, до Олимпиады, в общем-то, не хватило, да, и я не смогла отобраться. А именно эта победа, она мне помогает раскрыться. У меня такой большой потенциал и такой отличный тренер, да, у меня их два, и они мне научили очень многому, а раскрыть я этого не могла. А победа, вот, именно такая большая победа громкая, она мне как раз помогает в дальнейшем раскрывать то, что я уже умею. У нас фехтование такой вид спорта, у нас годами опыт, да, и фехтование приходит. Поэтому я рада, и я стараюсь это чувство сохранить, чтобы оно мне в дальнейшем помогало.